Вчера у нас были родители, приходили, смотрели, и они сказали, вы знаете, очень похоже на дом пионеров. У нас была самая крупная сеть частных детских садов. Сколько детский сад стоит здесь, на Северной Кипре, в частности, вот у вас? Мы обратились в администрацию, вы знаете, я была удивлена. Здравствуйте, уважаемые друзья, вы на канале Живой Кипр, Суркон Эстейт, и с вами я, Анатолий Цехин. В этом выпуске будем разговаривать с вами про детские сады, которые находятся на территории Северного Кипра, а конкретно вблизи района Искеле. Новый садик открывается, и сегодня мы вам его покажем. Также обязательно досмотрите данный выпуск до конца, потому что мы узнаем от первого лица, каково это открывать бизнес на Северном Кипре, с какими сложностями вы можете столкнуться. Так что интересно будет всем, обязательно подписывайтесь и пишите комментарии. Поехали вместе со мной. Ну что, мы приехали на сам садик, и сейчас познакомимся с директором данного заведения учебного, и покажем, конечно, вам экскурсию, зададим вопросы. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Анатолий. Очень приятно, меня зовут Ульяна. Очень приятно. Ульяна, давайте с вами познакомимся. Расскажите, пожалуйста, когда открылся садик, как он называется? 10 декабря, буквально в субботу, у нас было открытие, праздновали мы. Пришло большое количество к нам родителей, ребятишек, бабушек и дедушек. Был праздник, на самом деле, настоящий, с тортом, со свечами. Детский сад наш называется «Счастливый малыш», и есть второе название «Мутлу Бебек», что значит тоже «Счастливый малыш» по-турецки. Все-таки, почему у нас двойное название? Потому что мы все-таки хотим, чтобы садик у нас был комбинированный, чтобы все национальности нашего мира ходили, присутствовали в нашем садике. Ну, наверное, пройдемте, я вам покажу, сделаю небольшую экскурсию. Так, мы сейчас здесь разуемся. Все новенькое, здесь мы делали какой-то ремонт, да? Да, да, конечно, мы делали здесь ремонт, потому что здесь тоже находилась школа до пандемии. И, к сожалению, несколько лет здание стояло пустое. Мы смотрели очень достаточно большое количество помещений на территории Лонгбича, на территории вообще региона из скелеток, скажем, да? Но все-таки небольшие помещения, это нам помещение сразу понравилось. Все-таки здесь очень большая квадратура и достаточно большой участок. Очень много света, освещения хорошего, ходов, выходов по безопасности и так далее, да? Ну и участок у нас достаточно большой, потому что мы в плане сейчас будем делать прямо на каждую группу у нас будет отдельно прогулочный участок. Мы вот сейчас запустили одну небольшую группу, это только у нас начало. Вообще мы планируем каждый месяц открывать новые группы и детей уже распределять по возрастам. Ну вот здесь у нас небольшая приемная, здесь мы тоже принимаем ребятишек, дальше у нас тоже группа, здесь у нас, значит, игрушки находятся, мы здесь обедаем и здесь же проводим занятия. Сейчас, конечно, первый месяц у нас адаптация. Все мы должны друг к другу привыкнуть, привыкнуть к этим стенам, чтобы наши детки приходили уже, ну, понимали, что вот в этот дом мы должны приходить с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье мы находимся с родителями. Поэтому подготовка сейчас у нас первого к Новому году. Хоть мы и открыли с 10 декабря, у нас есть вот буквально там две недели подготовиться, чтобы у нас была настоящая елка. Утренник уже был. Да, утренник с Дедом Морозом, с родителями, ну и так далее. Первое, что заметил, когда зашли сюда, в сам детский садик, очень удачное решение с напольным покрытием. Я сейчас нахожусь в одних носках и прям чувствуется тепло от пола. Я вот лично на такие вещи обращаю внимание, потому что у меня двое детей. Детки болеют очень быстро, если вдруг где-то какое-то переохлаждение, поэтому здесь, конечно, чувствуешь себя комфортно. Ну и дышится здесь прям легко, чувствуется, что помещение новое, высокие потолки, как я уже говорил, прям очень приятно здесь находиться. Кондиционеры даже вот сейчас, на данный момент мы их выключили, ну, даже просто жарко, да, чтобы детки проветрили помещение, пока детки гуляют. А сейчас 12 декабря. Да, да. Декабря, по-моему, солнечный. Ну, здесь очень толстые стены, я так понимаю, это здание какое-то такое серьезное, да? То есть есть постройки просто с тонкими стенами, а здесь прям чувствуется, что... А я вам еще больше скажу, здесь даже такая шумоизоляция, что, да, очень хорошая. Вчера у нас были родители, приходили, смотрели, и они сказали, вы знаете, очень похоже, говорит, на дом пионеров. И мы, говорит, вам желаем, чтобы у вас тут было все, что связано с детством, и на самом деле мы в плане это сделать. То есть сейчас у нас это садик, плюс у нас дополнительные занятия, доп. образования, плюс у нас группа выходного дня. Мы сейчас еще планируем открыть группу с ночевкой, то есть как бы дети у нас будут, круглосуточное пребывание, потому что здесь на Киепре есть такая необходимость, есть родители, которые работают оба в ночные смены. Бабушек, дедушек, к сожалению, нету рядом, и поэтому, конечно, они могут оставлять здесь ребятишек за дополнительную оплату. То есть с ними остается также воспитатель, прием пищи, ужин, ну и также в своих кроватях, где они у нас находятся, там же как бы и спят в своих кроватях. Да, кстати, уважаемые друзья, очень удобная схема, при том на Северном Кипре это очень распространенная штука. Даже если вы не работаете в ночные смены, бывает такое, что нужно срочно куда-то уехать, улететь, какие-то могут появиться дела, где вы будете заняты в течение суток и не можете забрать ребенка вечером. Заранее предупредить и оставить ребенка здесь с ночевкой, где ее за ним будут присматривать, покормят его, положат спать, утром он проснется, все сделают необходимые процедуры и за этим проконтролируют. Это, конечно, очень большой плюс, и детские сады помогают в этом. Это очень круто. Мне очень нравится. Я еще детей своих не разу не оставлял, но думаю, им будет тоже интересно, какой вот, скажем так, я сам в детстве очень много отдыхал в детских лагерях, вот, и для меня вот эта история с тем, что ночевать, какие-то там страшилки рассказывать, истории, в общем, думаю, что им тоже будет здесь очень интересно, и я как-нибудь своих детей тоже обязательно с ночевкой оставлю. Мы организовали вот такую спальню и как бы для дневного комфортного сна. Пока вот как у нас сделано, таким образом все есть, но сейчас у нас каждый месяц будут проекты, планы, то есть как бы группу будем открывать, где-то что-то может меняться, вот, что-то меняться. Сто процентов усовершенствования, да, потому что мы понимаем потребность детей, понимаем возраст детей какой. Ну, может быть, у нас будут там две ясельные группы, такое тоже как бы возможно. Хорошо. А кушают детки, получается, в этой вот части, да? Да, кушают, и здесь как бы мы, ну, и занимаемся вообще как бы во всех садах, да, чтобы вот этого лишнего движения не было, да, что здесь же и кушаем, здесь же как бы играем, потому что это маленькие детки, вот это вот передвижение, оно как бы ни к чему. Здесь у нас столы находятся, здесь столы. Сейчас в этих помещениях нет детишек, потому что они вышли на прогулку, гуляют на детской площадке, поэтому у нас есть уникальная возможность просто пройти это и все посмотреть сейчас без детей. Вот, но на самом деле здесь кипит жизнь, вот, и первые детки уже пришли в детский сад. Ульяна, расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали на Северный Кипр давно вообще здесь? Ну, вообще мы с Северным Кипром были очень давно знакомы, еще с 19-го года, когда мы первый раз сюда приехали по смотровому туру. Естественно, Кипр у нас вообще все, влюбились мы однозначно, захотелось здесь остаться, жить и так далее, да. И вот буквально 8 месяцев назад мы сюда приехали уже с детьми, мы приехали сюда с Байкала. Ничего себе, далеко. Да, мы приехали, да, сюда с Байкала, супруг сюда приехал на машине. И сколько он ехал? 8 с половиной тысяч километров. Я могу сказать, что это 10 дней, при этом не пробив ни одно колесо. Поэтому все реально, все можно. Можно переехать, можно с большим багажом переехать, можно даже многодетным родителям бояться, как бы здесь не надо. Конечно, почему мы начали заниматься частными садами, именно здесь вот решили садик, да, потому что мы у себя на родине как раз 10 лет занимались. У нас была самая крупная сеть частных детских садов. Я вам скажу, чтобы, наверное, доверие родителей было к нам. У нас на родине было 400 детей, которые ходили, да, которые ходили. У меня спурашки по коже, у нас такой опыт большой. На самом деле Северный Кипр нам дает возможность по здоровью нашим детей, потому что хотелось бы, чтобы дети ближе к морю. Ну, у нас были со старшей дочерью такие проблемы, поэтому здесь находиться. На брокер-туре вы прямо вот приняли решение о том, что это ваше место почувствовали уже энергетически, да? Так что, друзья, приезжайте на брокер-тур обязательно на Северный Кипр. Это действительно уникальная возможность, чтобы понять, прочувствовать и принять правильное решение в вашей жизни здесь на месте, все увидеть своими глазами. И это для вас абсолютно бесплатно, за исключением билетов на самолет, который вы приобретаете сами. Здесь мы вас встретим в аэропорту, привезем в то место, где вы будете проживать. Мы забронируем для вас квартиры, апартаменты, либо гостиницу. После чего 3-4 дня на брокер-туре, и вы сможете посмотреть не только лучшие объекты, также детские сады, школы, социальную инфраструктуру. Ну, в общем, на 99% понять Северный Кипр за этот период вы обязательно сможете. Поэтому принимайте решение, оставьте заявку по ссылке в комментарии, пишите нам, и мы с вами созвонимся и договоримся о брокер-туре на Северный Кипр. Давайте, Ульяна, еще продолжим. Покажите, пожалуйста, детскую площадку. Да, здесь детки у вас гуляют. Детская площадка у нас сейчас пока находится одна. Это, я говорю, на сегодняшний день, на декабрь месяц. По плану у нас сделать на нашей большой территории на каждую группу участок, чтобы был. Вообще, какие у нас планы? Вы сегодня увидели вот одну единственную группу, где мы сейчас пока набираем разновозрастную группу, но это вот буквально месяц. То есть уже с января, с декабря месяца открыть 4 группы, и на каждую группу будет отдельно вот своя территория. 30 соток земли, участок в нашем распоряжении. Там целый сад, друзья. Ульяна, подскажите, вы говорили, у вас еще есть помещение в вашем здании, которое в будущем планируется также под группы какие-то там, может быть, занятия будут проходить, да? Да, вот как раз сейчас пройдем. Вот это у нас здание, где у нас проходила вообще вся наша презентация. Большое помещение, где мы планируем сделать 3 группы. Пока детей не так много, мы здесь занимаем гимнастикой, зарядку делаем. Еще у вас есть второй этаж здесь, да? То есть планируется дальше бизнес развиваться, возможно, какие-то кружки будут на втором этаже? Да, да. Мы планируем сделать дополнительные кружки, группа выходного дня, круглосуточные группы. Ну, то есть, как наши родители сказали, чтобы был как дом пионеров. Друзья, это супруг Ульяны, семейный бизнес у них здесь на Северном Кипре. Меня зовут Анатолий. Как могу вы обращаться? Меня зовут Баир. Очень приятно. Баир, расскажите, пожалуйста, вот ваша супруга уже рассказывала, что ваш семейный бизнес, да? Вы занимались у себя на родине этим делом сейчас здесь. Какая ваша функция, что вы делаете сейчас в этом бизнесе? Я в основном слежу за техническим состоянием. То есть это свет, вода, канализация, то есть все, что требуется для жизни и деятельности. То есть увести-привести, то есть договора, финансы. Да, финансы на мне, конечно, да. Все правильно. Спасибо вам большое. Приятно было с вами познакомиться. Желаю вам удачи в вашем деле. Спасибо. Ульяна, подскажите вообще, а вы предприниматель, да? Открыли бизнес на Северном Кипре вместе с супругом, семейный бизнес. Многие наши зрители, в том числе, кто переезжает на Северный Кипр, думают о том, чтобы тоже как-то открыть какой-то небольшой свой бизнес, чем-то заниматься здесь. Сложно ли открыть свою компанию, открыть детский сад на Северном Кипре? Расскажите, пожалуйста, хотя бы вкратце какие-то самые важные моменты. Где было легко, где было прям очень трудно? Легко было в одном плане, что очень многие поддержали. То есть, общаясь, приехав сюда, мы пожили несколько месяцев, поизучали территорию, тоже не могли вот так, просто так надо, не нужно. Любая услуга, в общем, сейчас здесь, на Северном Кипре, я думаю, только будет восприниматься на ура. Причем любая. Связана с детьми, связана с животными. Поэтому здесь этого недостаточно. И, конечно же, мы должны друг другу услугу предоставлять и как бы предлагать свои услуги. Никогда не бывает легких путей. Самая основная проблема сложности в своей голове. Могу вам сказать, это сто процентов. Потому что, когда ты, конечно, переезжаешь, у тебя очень много мыслей, как справиться. Вот мы у себя на родине привыкли вот так работать. Мы знаем, что у нас вот здесь будут сложности, здесь будут сложности. А где ты думаешь, что должны быть сложности, наоборот, все проходит очень легко. Кто вел у себя на родине бизнес, мы уже как бы закаленные. Закаленные, да. И нам здесь кажется, что как бы будет все как бы по плану. Единственное, что только время. Время, время, время. Ну, примерно, Ульяна, вот сколько, три-четыре месяца собирали документы? Сколько период? Ну, вообще, я вам скажу, да, где-то около четырех-пяти месяцев все это было. Пока мы помещение подбирали, потом ремонт, все мы делали как бы своими силами. Очень много находилось здесь хороших, добрых людей, которые нам... очень удивлена, потому что некоторые соскучились по работе и просто нам помогали. Ну, поэтому мир не без добрых людей. Супер. А вот как-то администрация района, города, как-то показывала поддержку? Да, да, это было большое подспорье. Буквально вот накануне, на днях, стригли вот эти все деревья, кусты. Естественно, очень много было мусора. Из предыдущих арендаторов было как бы очень достаточно много, да. Мы обратились в администрацию. Вы знаете, я была удивлена, несмотря на то, что на Кипре все очень долго, делается медленно. Вы знаете, они через час приехали. Приехал КамАЗ, приехала вторая большая машина, которая совком весь этот мусор убирала, да, и вывезли нам отсюда мусор и совершенно бесплатно, чем мы, конечно, очень благодарны. Ничего себе. Да, да. И даже когда было у нас открытие, приехала администрация и присутствовали на... Ну, как бы для них это тоже большое событие на самом деле, потому что мы планируем, чтобы наш садик был не только для русскоязычных, а у нас был такой комбинированный детский сад. Я составил список вопросов, которые бы меня, как родители двух детей, бы сильно интересовали, когда я отдаю своих детей в детский сад. И сейчас вот такой экспресс-опрос буду задавать Ульяне вопросы, она будет на них коротко отвечать. Ульяна, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, на каком языке общаются воспитатели? Воспитатели сейчас общаются на русскоязычном. То есть на русском языке, да. Какие занятия сейчас проходят у детей в группах и какие занятия планируются в будущем? Занятия ежедневные идёт у нас развитие, развитие речи, лепкой мы занимаемся, стихи мы учим, рисованием. Ну, всё прикладное искусство. Элементарно математические навыки, всё для того, чтобы дети наши развивались и элементарно понимали, где, что, как. А в будущем изучение языков планируется в детском саду? Да, конечно, планируется всё. Мы планируем, чтобы у нас был логопед, музыкальный руководитель, гимнастика, фитнес, да. Всё у нас будет, и языки в том числе, да. Сейчас как раз вот понимаем потребность детей, количество детей, и вот всё обсуждаем. Мы открыты для родителей. Даже призываем сейчас педагогов, воспитателей, учителей, те, которые сейчас приехали на Северный Кипр и не могут себя реализовать, мы приглашаем к нам общими мыслями, общими идеями. Мы можем сделать так, чтобы на территории Скиле у нас не было такой нужды с ребятишками, куда сводить, на какие мероприятия, на какое развитие и так далее. Ульяна, расскажите, пожалуйста, про питание. Сколько раз кормите детишек и какой вообще рацион? У нас сбалансированное домашнее питание, четырёхразовое питание, завтрак с кашами, что-то молочное, каша меняется, яйцо отварное, да, хлеб с маслом, ну, такие элементарные вещи. Это обязательно завтрак. Второй завтрак, это в часов в 11 мы даём любой фрукт. И, значит, основной обед у нас это обязательно первое, второе, компот. После обеда ещё у нас плотный ужин, то есть плотный ужин, да, свежие фрукты, свежие овощи, ну, и качество продуктов, мне не надо про это говорить, те, кто живут на Северном Кипре, прекрасно об этом знают. Качество продуктов. Но у нас зрители ещё не живут, поэтому... Да, на Северном Кипре очень качественные продукты, очень свежие овощи и фрукты. Круглый год мы едим. Я так понимаю, сейчас в Ульяном в основном детские русскоговорящие, да, находятся? То есть самые первые, кто пришли в детский сад, это русскоговорящие детки. Да, да. А в будущем планируется группа уже интернациональная, да? Также и турецкие группы будут, то есть детки будут общаться уже между собой там на русском языке. Вообще мы планируем, знаете, как сделать, чтобы на группе было у нас два педагога-воспитателя. Это русскоязычный воспитатель и второй воспитатель, это будет дополнительное занятие. Ну, а, конечно, в обиходе нам здесь необходим турецкий язык. Еще вопрос. Вот как мне, как родителю понимать, чем мой ребенок занимается в течение дня в детском саду? Какие-то отчеты, фотографии, может быть, видео снимаете того, чем дети занимаются в течение дня? Мы обязательно создаем группу, ну, в любой мессенджере создаем группу и туда включаем всех родителей и в течение дня, который у нас проводится мероприятие, прогулка, что-то мы занятия у нас какие-то, да, или праздник готовимся. Это все выкладывается. То есть, родители у нас активно видят, чем мы занимаемся. Сейчас, я так понимаю, детишек немного и еще трансферы вы не организовываете до Искеле. А в будущем планируется? Да, вот это сейчас очень такой основной вопрос и вот как раз сейчас мы набираем количество родителей, которым нужен будет обязательно автобус. Мы уже предварительно разговаривали с организацией, которая рецензированно возит ребятишек и специально у нас даже есть воспитатели, которые будут ездить с ними. Соображение. Да, соображение. Как раз в том районе у нас проживает. И по стоимости, вот многие думают, что отдавать детей в учебные заведения на Северной Кипре и в частные садики, это очень дорого. Я вот, допустим, с самого города Сочи переехал и там я платил достаточно серьезные деньги, 20-25 тысяч рублей за одного ребенка. Есть, конечно, и дороже детские сады. Сколько детский сад стоит здесь, на Северной Кипре, в частности, вот у вас? Абонемент 3 500 в месяц. В месяц, да. Если у нас еще дополнительная услуга, если у кого-то нет возможности вот прям целый месяц вводить, тогда можно будет просто ежедневная оплата. Ну, там она просто делится по 300 лир. А вот ночные вы пока еще не практикуете? Да, нет, мы практикуем. У нас тоже сейчас в плане круглосуточное пребывание детей. В такой же группе они в течение дня находятся, только единственное, что чем отличается, у них есть ужин, у них есть поужин, как называется, да, и спят, естественно, здесь, на своих же кроватях и в присутствии воспитателей. Друзья, наш выпуск подходит к концу. Мы познакомились с Ульяной, с директором детского сада счастливый малыш. Оставим ее контакты по ссылке в описании. Если вы захотите отдавать своих детей профессионалам в хорошие учебные заведения, обязательно обращайтесь к Ульяне. Желаем им процветания, их семейного бизнеса, чтобы все у них было здесь хорошо, чтобы развивалось, чтобы это место пользовалось спросом и чтобы ваш бизнес рос, радовал вас и родителей, детишек, которые здесь находятся. Спасибо вам большое за выпуск. Приятно было с вами познакомиться. Желаем вам успехов. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.